МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Поступление онлайн, как проходит приемная кампания в алтайских вузах и что нужно знать об туриентам 2020-го. Как водичка? На Алтае готовятся к открытию купального сезона, а отдыхающих уже пруд пруди. По заказу из Японии в Бернаул привезли редкий музыкальный инструмент – маримба. В шести городах и 43 муниципалитетах края начали оказывать плановую медицинскую помощь. А вот заявки от остальных поликлиник и больниц региона находятся на рассмотрении в Алтайском Минздраве. По информации ведомства, возобновлять плановые приемы пациентов врачами будут поэтапно. Сначала это сделают в тех территориях, где наименьшее число зараженных коронавирусом. Пока под этот критерий специалисты отнесли 43 района и 6 алтайских городов – Заринск, Новоалтайск, Каменнооби, Белокурих, Рубцовск и даже второй по величине город-края – Биск. А вот в Бернауле плановый прием медиками по-прежнему запрещен. Поликлиники краевой столицы, по мнению специалистов, слишком опасны для посетителей. Не разрешили открываться и больницы Михайловского района, где сейчас ликвидируют вспышку ковида в местной ЦРБ. Сейчас в медучреждениях указанных населенных пунктов закупают средства индивидуальной защиты, проводят обработку помещений, готовят приказы о выводе врачей на работу. По предварительной информации, одними из первых возобновят прием в ЦРБ Первомайского и Троицкого районов. В целом же до конца недели во всех этих городах и муниципалитетах должны начать прием в рамках первого этапа. Речь идет о профосмотрах, диспансерном наблюдении и лечении хронических болезней. И уже сегодня, после долгого перерыва, открыли двери библиотеки, музеи и архивы края. Посетители пускают исключительно в маски после измерения температуры и обработки рук. Примечательно, что пока под карантином остаются книги, которые ранее выдавали на дом. А между тем, в Алтайском крае умерли еще три пациента с диагнозом COVID-19. Напомним, вчера летальных случаев не было впервые за несколько дней. Но пауза оказалась короткой. Таким образом, в крае уже скончались 58 человек, у которых был выявлен коронавирус. На сегодня общее число заболевших в регионе – 3445. За прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 74 человек. К другим темам. На Алтае стартовала приемная кампания ВУЗы. Впервые она проходит онлайн. Плюс это или минус для абитуриентов в материале Валентины Аскеровой. Обычно в это время в педагогическом ВУЗе толпа людей. Дети со своими родителями приезжают из разных уэлков Алтайского края подавать заявление на поступление в ВУЗ. Сегодня же здесь непривычно тихо. Как проходит приемная кампания в этом году, нам расскажет ответственный секретарь приемной комиссии Юлия Александровна Королькова. Добрый день. В этом году у нас приемная кампания вся проходит в дистанционном формате. Сказать об этом хорошо или плохо сложно. Мы принимаем заявление от абитуриентов уже начиная с 15 июня. Поэтому уже сейчас у нас работа отлажена. Перед вами сидят модераторы. Это те люди, к которым в первую очередь поступает заявление абитуриента, которые его проверяют, обрабатывают, списываются, созваниваются с абитуриентом, общаются и устраняют какие-то недостатки в документах или в заполнении заявления. Ну, либо помогают его заполнить. Вместо 8-часового рабочего дня 24 на 7 секретари приемной кампании ПИДВУЗа на связи с абитуриентами круглые сутки. Если раньше все вопросы решались лично, теперь через интернет это долго. Поступает очень много вопросов. А все ли мы сделали правильно? А когда нам нужно подать оригиналы документов? Как вы с нами дальше будете работать? На сегодняшний день здесь обработано свыше 500 заявлений. Чуть больше поступило в онлайн-приемную технического ВУЗа. Там, конечно, видят плюсы в онлайн-компании. Нет суеты, очередей, иностранцам не нужно приезжать. Но немалые минусов. Интернет есть не у всех, да и техника стабильно подводит. Для приемной комиссии дополнительная работа связана с тем, что не всегда ребятишки фотографируют качественно. То есть и кверх ногами, и сикость-накость, и с нехорошим разрешением. Поэтому приходится иногда просить повторить подачу заявления. Аграрный университет развернул открытую площадку по подаче заявлений. Прийти сюда может любой абитуриент. Все требования соблюдены. Маски и дистанция. Развернули передвижной консультационный пункт, позволяющий подать документы ВУЗ тем людям, которые имеют определенные сложности с выходом в интернет, не обеспечены стабильной мобильной связью. Думаю, что этот вариант соблюдения всех мер предосторожности... Кстати, в этом году в сравнении с прошлым число бюджетных мест в алтайских ВУЗах немного выросло. Больше всего их в политехническом – около двух тысяч. В классическом – полторы, тройку по бесплатным местам замыкает педагогически. Там тысяча двести пятьдесят. Чуть больше тысячи в аграрном, меньше всего в медицинском – пятьсот шестнадцать. Кстати, в связи с коронавирусом университеты по всей стране, в том числе и в нашем регионе, могут дополнительно получить еще бюджетные места. ВУЗы узнают точные цифры, сколько им добавят к первому августа. Это нормально? А клиенты еще успеют подать заявление? Да, конечно. Прием документов от тех, кто сдал все ЕГЭ, до 18 августа. То есть фактически две с половиной недели будет у ребят, даже узнав новые дополнительные места, подать заявление. С одной стороны, это говорит о том, что конкуренция между абитуриентами должна быть не столь жесткой, как в прошлые года. Но в приемных комиссиях не исключают неожиданных поворотов. В целом же, большинство ВУЗов открыли доп. направления для поступающих. Среди них – музеология в АГУ, веб-дизайн в политехе, гид-переводчик в педагогическом. К слову, для перестраховки эксперты советуют подавать документы по максимуму в пять ВУЗов и не больше, чем на три направления в каждом. Валентина Аскерова, Николай Шелко, День с толком. Режим повышенной готовности ввели в четырех степных районах края – Немецком, Кулундинском, Хабарском и Угловском. Причина – продолжительная засуха. Животноводам требуется дополнительная поддержка. Недостаток влаги может привести к серьезному неурожаю кормовых культур, и животноводы в перспективе недополучат травы и сена. В Михайловском районе, к примеру, где еще не введен режим повышенной готовности, засуха длится больше месяца. Если погода не смилуется, то и здесь сельхозкультуры засохнут. По словам фермера, коэффициент засушливости в Михайловском районе 25 значений, практически максимальный в регионе. По данным Минсельхоза края, на середину июня критическое снижение урожайности культур зафиксировали на полмиллионе гектаров. Это шестая часть всех сельхозземель. Они расположены в западной и восточной Кулунде, при Алейской зоне и центральной части края. Профильное ведомство рекомендует муниципалитетам, где еще не полностью погибли растения, заранее вводить режим повышенной готовности. Но вот позволит ли он принять со стороны государства дополнительные меры поддержки фермеров, пока не ясно. А вот кому такое лето точно по душе, так это любителям позагорать и поплавать. Алтайские пляжи наконец-то готовятся к открытию, хотя купальный сезон многие уже начали. Мария Микшута побывала на самых востребованных водоемах. Вот смотрите, вот вы снимите, да? А вот карантин же идет, да? А если вот, ну, полиция увидит, и все, нам же хана будет. Вы же официально не работаете? Вы готовите играть сам, правильно? Ну, а вот смотрите, видите табличку, да? Ну, да, да. Я не вижу, что люди купаются. А там купаются, не поверьте. В итоге поверили, потому что увидели купающихся своими глазами и сами прошли на пляж. Хоть местности не огорожено, купальный сезон по факту в самом разгаре. Купаетесь? Ну, мы сидим, у нас тут ножки загорают, мы отдыхаем тут. А я, знаете, вот сюда, вот так вот. У меня такое непрофессиональное плавание. Люди истосковались по пляжному отдыху, теплой погоде и яркому солнцу. А вода, кстати, сказать и правда, очень теплая даже для такого мерзлячего корреспондента, как я. Но пока купальный сезон официально под запретом. Хотя к открытию готовят 60 пляжей в регионе. Территория одного из частных барнаульских закрыта. Отдыхающих нет. Непривычно пустой пляж. В воде никто не купается. На лежаках не загорают. Практически после месячного простоя здесь уже давно все готово к приему первых посетителей. Каждый день сюда пытаются прорваться сотни людей. Их просто разворачивают. При этом надеются, что скоро будут всех желающих принимать. Ждут разрешения губернатора. Вот даже на доске для объявлений призывают Виктора Петровича дать старт долгожданному купальному сезону. Обработку территории от насекомых, пробы воды и песка, проверку питьевых фонтанчиков провели. Спасатели тоже на готове. Инструктаж им уже дан. Собрание было у нас спасателей. Только ждем. Только ждем открытия. А сколько спасателей предполагается на такую большую территорию? Три спасателя. Один старший спасатель. Этот берег пляжем не назовешь. Несмотря на отсутствие инфраструктуры, барнаульцы облюбовали это место уже давно. Ежегодно на этом диком пляже нежатся под солнцем целыми семьями. Не боитесь тут не спасателей, ничего нет, не оборудовано? Ну, как бы я, я вот лично не боюсь, потому что я очень хорошо плаваю. Я все детство провел на речках. Вот у бережка, ну глубоко она не ходит. Но есть и те, кто ходит. Точнее, заплывает. Пока пляжи не открылись, опознавательных буйков нет. Катера или моторные лодки могут не заметить человека. В данном случае народ идет купаться все равно, потому что это общественное место, запретить сюда никто не может им пойти. Они и будут ходить. Купания происходят абсолютно бесконтрольно. Родители зачастую употребляют алкоголь, оставляют детей, то есть безнадзорно. В МЧС поясняют, спасательные патрулирующие рейды организуют ежедневно. С отдыхающими проводят разъяснительные работы. Ведь уже с начала июня в регионе на водоемах утонули 10 человек. Есть риск и новых жертв, ведь жара гонит людей в воду. А между тем, официальный купальный сезон стартует только на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений. Пока регион на первом. Поэтому спасатели советуют всем отдыхающим быть предельно бдительными. На реках и озерах. Мария Микшута, Николай Шулко. День с толком. Вместо жарких стран места неотдаленные. Вице-мэра Сергея Демина подозревают еще в одном коррупционном скандале. Предположительно, агент-директор Бурналкобстроя Александр Конаков мог оплатить путешествие Демина в испанский город-курорт Пуэрто де Сантьяго. Информация об этом появилась в телеграм-каналах. На ваших экранах съемка задержания Демина по другому коррупционному скандалу. Это было в марте 2020-го. Напомню, вице-мэра, курирующего вопросы градостроительства и земельных отношений, подозревают в получении взятки больше 2,5 миллионов рублей за покровительство Бурналкобстроя. Что касается подробностей курортного эпизода, их пока правоохранители не разглашают. Следствие продолжается. Еще одна громкая коррупционная новость. Прямо перед записью выпуска стало известно о том, что сразу двум чиновникам Министерства природных ресурсов края предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Речь идет о заместителе министра, начальнике управления лесами Владимира Черных и начальнике отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений Сергея Пухереве. По данным следствия, в 2017 году обвиняемые незаконно организовали проведение рубок в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва. Ущерб лесному фонду оценивается в 950 тысяч рублей. Обвиняемые в вину признали им выданные подписки о невыезде. Кроме того, следователи наложили арест на дорогостоящий автомобиль заместителя министра. В июле алтайские семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении, начнут получать продуктовые наборы. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила министр социальной защиты края Наталья Оськина. К социально опасному положению относятся семьи, чьи дети состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Причина постановки на учет – разные административные нарушения. В нашем крае к такой категории относятся несколько десятков тысяч семей. По словам Натальи Оськина, такая категория граждан в период эпидемии находится в особо сложном материальном положении. И муниципалитетам края необходимо проявить о них заботу. В ближайшее время мы будем раздавать продуктовые наборы именно семьям, которые находятся в социально опасном положении, состоят в комиссии по делам несовершеннолетних. И какая бы критика ни звучала по неблагополучным семьям, дети должны правильно питаться, у них должен быть организован досуг. Продуктовые наборы социально незащищенным семьям должны раздать в течение ближайшего месяца. А к тому же планируют расширить меры поддержки для семей с детьми от 16 лет. Каждый раз, когда у нас спрашивают о достаточности мер поддержки в период пандемии для семей с детьми, мы указываем, что считаем необходимым расширить категорию получения меры поддержки в размере 10 тысяч и для детей от 16 до 18 лет. К новостям из мира спорта, который медленно, но верно возвращается в привычное русло. Вместо домашних стен и прогулочной дорожки в лесу – зеленый газон. Футболисты Барнольдского «Динамо» и тренерский состав впервые за два с половиной месяца встретились на поле. Что изменилось в тренировочном процессе, когда стартует игровой сезон, с кем расстались «Динамовцы» и на кого рассчитывают в нашем сюжете? Легко не будет. Такой перерыв для большого футбола – катастрофа, скажет позже главный тренер «Динамовцев». Два месяца, конечно, не бездельничали, тренировались кто в лесу, кто дома. Дочь помогала в силовых приемах, держала на себе. Ну и так, в принципе, развлекала, чтобы было немножко это повеселее, не скучно. Все равно одному скучно тренироваться. Сегодняшнему дню рады. Тесты на коронавирус сданы, теперь главное – набирать форму. Тренироваться со следующей недели будут дважды в день на поле почти в полном составе. Но потери есть. Завершили футбольную карьеру Нестеренко, Аксенов, Казанцев, Покроев. Несколько человек уехали в другие команды на просмотр. Погребан перешел на тренерскую работу, Корюкин будет играющим тренером. Но могут появиться и новички. Пять ребят 2002 года рождения, воспитанники местной школы будут в ближайшее время показывать свои возможности. Кто-то в основном составе останется. Правда, тренироваться в полную силу пока невозможно. По новым правилам. Конечно, мы сегодня не будем играть в футбол. Нам это запрещено на сегодняшний момент. Это тоже наносит, конечно, отпечаток на подготовку. Потому что уже начинают тактики. Ребята молодые. Наносит отпечаток. Никто не подходит друг к другу, если обратили внимание. Когда стартует сезон, тоже пока не ясно. Точно известно лишь, что «Динамо» теперь в новом дивизионе. Урал при Волжье. И там соперники будут посерьезнее. Мы все привыкли уже к зоне «Восток». Уже всех игроков наизусть знаем. Там будут новые игроки. И будет интересно. И охота себя проявить. Я думаю, до сезона еще времени достаточно. Так что вполне реально все набрать. Те же кондиции. Главный тренер силы «Динамовцев» оценивает объективно. Возможности приглашать каких-то звезд нет. Играют исключительно доморощенные футболисты. Но и плакаться он не готов. Ведь футбол – игра командная. И при самоотдаче можно и без ярких игроков добиваться побед. Главное, чтобы зрителям на матчах разрешили присутствовать. А этот вопрос тоже пока остается открытым. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. В завершении выпуска немного о культуре. В Барнаул из Японии привезли редкий музыкальный инструмент. Им может похвастаться не каждый регион. По этому поводу Алтайский государственный музыкальный колледж даже устроил открытый урок на крыльце, который превратился в небольшой концерт. Товарищи, подходите на круглешки сюда. Вставайте. Можно? Можно. Взять на облицах. Вы соблюдаете? На борту. Девочки. Качественный звук даже без микрофона под открытым небом. Чтобы послушать музыку, сходятся даже жители соседних домов и просто зеваки. Это маримба. Родственник ксилофона. Инструмент, который в Алтайский музыкальный колледж привезли по заказу из Японии. Это вообще первая маримба в регионе и по стране таких единицы. Вот и в колледже ждали маримбу 30 лет. До этого студенты играли на самодельном инструменте. Его изготовил преподаватель. Примерно 10 лет назад Юрий Вентинч выписал дерево палисандр, куб палисандра. Выточил клавиатуру из этого палисандра. На самодельный каркас водрузили эту клавиатуру. И вот на таком инструменте обучали студентов, поскольку это было вынужденное положение. На приобретение новых инструментов музыкальный колледж получил более 12 миллионов рублей по нацпроекту «Культура». Стоимость этого инструмента почти полтора миллиона. Презентацию маримбы решили привезти на улицы. Все-таки пандемия. В колледже сейчас идут экзамены, и студенты вынуждены записывать свои выступления на видео, чтобы отправить комиссии. Даже вступительные экзамены проходят в онлайн формате. Сейчас вот живую музыку мы особенно-то не можем показать. Мероприятия такие запрещены. Приходится как-то расставлять людей везде, соблюдать социальную дистанцию. Но мы рады, что у нас такое мероприятие сегодня. Замечательный инструмент. Богат разными отчинками, звуками. Видно, что музыканты уже соскучились по выступлениям. И очень надеются, что впереди их ждут нормальные живые концерты. В том числе с участием японской маримбы. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком. На этом все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!